Пит Сигар, 3 мая 1919 года, Нью-Йорк, США, 27 января 2014 года, там же, американский фолк-певец, общественный активист, Сигар считается ключевой фигурой в возрождении народной музыки в США в середине 20 века и в появлении музыки протеста. Биография. Отец Пита Сигара Чарльз Луи Сигар был профессором Калифорнийского университета в Беркли, композитором, пацифистом и одним из основателей левой организации «Коллектив композиторов». Он в свое время сумел оценить тот радикальный потенциал, который может иметь фолк-музыка. Его мать Констанс де Клайвер ЭДСО была виолончелисткой. Его родители преподавали в знаменитой Джульярдской школе. Они развелись, когда Питу было 7 лет, и поздний отец его женился на своей ученице и ассистентке Рут Кроуфорд Сигар, которую сегодня называют одним из самых важных модернийских композиторов 20 века. Рут во многом сформировала музыкальные пристрастия юного Пита, а также его братьев. В юности Пит был идеалистически настроенным энергичным человеком. В 1939 году он устроился на работу в архив американского музыкального фольклора при библиотеке Конгресса в Вашингтоне. В 1940 году он бросил учебу в Гарварде и начал выступать на радио в качестве исполнителя народных песен. Тогда же известный исследователь фольклора Алан Ломекс познакомил его с Вуди Гатри, как говорил впоследствии сам Ломекс. Именно тот вечер можно считать началом возрождения американского фолка. Вуди Гатри написал на своей гитаре «Эта машина убивает фашистов». Фото Пит Сигар под впечатлением этой надписи написал на своем бандже «Эта машина окружает ненависть и заставляет ее сдаться». Его первая группа «Алманак Сингерс» распалась во время Второй мировой войны, когда стало известно, что ее участники выступали на коммунистических митингах. Вернувшись в Америку после службы на Тихоокеанском флоте, Пит Сигар столкнулся с крахом еще двух своих проектов – организации «Песни народа», группы «Поющие Америку» и президентской компании Генри Уоллеса от прогрессивной партии США. В конце 1940-х и начале 1950-х годов Пит Сигар успешно выступал в составе группы «The Wears». Многие песни, которые приобрели большую популярность, в частности, песня «Good Night Irene» в 1950 году возглавляла чарты «13 недель». Взлет популярности Пита Сигара в мейнстриме был пресечен, набиравший размах политикой маккартизма. Дело в том, что до 1949 года Сигар состоял в Коммунистической партии США. Затем он стал выступать против сталинизма, но по-прежнему придерживался левых убеждений. В 1952 году «The Wears» распалась из-за маккартийской кампании. В 1955 году Пита Сигара вызвали в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, но он отказывался отвечать на вопросы, касающиеся его политических взглядов. В результате в 1956 году его обвинили в неуважении Конгрессу США. В ожидании суда и вероятного тюремного заключения Пит Сигар начал заниматься правозащитной деятельностью. Он предложил Мартину Лютеру Кингу использовать песню «Ушел Оля Леверком» и советовал активистам-правозащитникам организовать собственную группу «The» «При Дамсингерс» песня сопутствовала всем освободительным движениям в истории. Песни вновь утвердят вашу веру в будущее человечества, писал Пит Сигар. В 1961 год его признали виновным и приговорили к году тюрьмы. Заключение длилось всего 4 часа, а затем Сигар был освобожден под залог. В 1962 году апелляционный суд пересмотрел дело и отменил приговор. С конца 1950-х и особенно в 1960-х Пит Сигар снова стал появляться на сцене, исполняя песни на социальную, в том числе антивоенную, тематику. С этого времени он исполняет такие известные песни, как «Уер Хейфул за Флауэрс Гон» и «Фихата Хаммер» «Русск Терн» «Терн» «Терн» «Русск» и «Народный ушел Оля Леверком», которая стала настоящим гимном движения за гражданские права чернокожих в США. В 1961 году впервые выступил в Советском Союзе. Концерт состоялся в зале им Чайковского. В 1964 году гастроли в Крыму. В 1965 году и в 1975 году выступает в актовом зале МГУ. Телеведущий Владимир Познер неоднократно в своих мемуарах «Прощание с иллюзиями» называет Пита Сигара своим другом и рассказывает, как принес американцу бревно для его выступления в зале им Чайковского. «Я до сих пор считаю себя коммунистом», — сказал Пит Сигар в 1995 году в интервью «Нью-Йорк Таймс» о заглавленном «Старый левак». Коммунизм — это не то, что в России, так же, как христианство, это не то, что в церквах. Если бы по какой-то причуде истории такой коммунизм был бы у нас в стране, меня первого бы бросили за решетку. В 2000-е годы Сигар выступал против участия США в войне в Ираке. В 2007 году из-за песни «The Big Job Blues» произошел скандал. Сигар назвал Сталина «жёстким деятелем», а СМИ требовали называть его тираном и диктатором. Пит Сигар тогда сказал. В 2009 году, когда Сигару исполнилось 90 лет, в Нью-Йоркском Мэдисон-Сквир-Гардене состоялся юбилейный концерт в его честь. В нем приняли участие такие музыканты, как Брюс Спрингстон, Джоан Байс, Дэйв Мэтьюс, Эдди Веддер и Милу Харрис. Он похож на дедушку во фланелевой рубашке и странной шляпе, но это такой дедушка, который вам задницу надерет, представил своего учителя Спрингстон. Песня Сигара «This land is your land» закрывала праздничный концерт. Когда я пожал руку Обаме, вспоминал Пит, тот сказал, что слушал мои записи с четырех лет. Мои пластинки бараку ставила его мама. Также, в 2009 году Пит Сигар и Джоан Байс отправились в гастрольный тур. Новая встреча Пита и Джоан состоялась в уютном каминном зале яхт-клуба «Беконслуб Клаб» в пригороде Нью-Йорка. Сигар травил истории жизни бывалого фолк-рокера, а прикидывался глуховатым. Однако затем взял в руки банджи и заставил зрителей разучивать новые песни вместе с ним. Байс не отставала и вспомнила о том, как ей удалось выступить перед речью Мартина Лютера Кинга. На его глазах она нервно исполнила госпел стандарт «Суинклу» «Суэтчериот» и едва не сгорела от стыда. Кинг стоял как вкопанный, со слезами вспоминала Байс, но затем сказал «Мне кажется, что я слышал, как поет ангел, спой еще одну песню, Джоан». Капитан Арктик Санрайс рассказывал «Гринпис», как Сигар учился у его отца управлять лодкой. В 1966 году Сигар основал экологическую организацию для защиты реки Гудзон. Тремя годами позже была построена лодка «Клируатор», которая курсировала по Гудзону и на которой Елкок сработал капитаном. Супруга Пита, Тоши Сигар, скончалась 9 июля 2013 года. Брак между ними был заключен в 1943 году. Вместе с супругей воспитали троих детей. 28 января 2014 года Пит Сигар скончался во сне в возрасте 94 лет около 21 час 30 минут в Пресвитерианской больнице в Нью-Йорке, где проживал последние годы. По словам внука Сигара Китамы, Кахилл Эль Джексона, исполнитель последние 6 дней находился в больнице. Члены его семьи находились рядом. Еще 10 дней назад он рубил дрова, вспоминает Кахилл Эль Джексон. Одним из первых сообщивших о смерти Сигара был его друг и соратник по политическим убеждениям Том Морелло, лидер группы Russia Guns The Machine. Корреспондент Гардиан Дориан Лински в некрологии на смерть Пита Сигара отмечает, что премии Сигар неоднократно становится лауреатом премии Грэмми. В частности, в 1993 году Американская Академия Звукозаписи отметила его почетные награды и за вклад в развитие музыки. В 1997 году Сигар получил Грэмми за альбом «Пит» в 2009, за пластинку «Ат-89». Кроме того, в 2011 году запись «Tomorrow's Children Pits» и «Gervie The Rivertown Kids and Friends» была признана Академией лучшим музыкальным альбомом для детей.